На Масленичной неделе в преддверии Великого Поста руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии Протерей Александр Игнатов посетил гимназию 87 и побеседовал с учащимися начальных и средних классов, а также с воспитанниками казачьего класса. Мир сотворен Богом. Бог сотворил весь окружающий мир, всю природу, весь животный, растительный мир и человека. Бог есть любовь. Давайте повторим. Бог есть любовь. Еще раз погромче, можно? Бог есть любовь. Учительница разрешила нам сказать погромче. Давайте. Бог есть любовь. Вот это по-нашему. Отец Александр поговорил с детьми о самом главном, о Боге, о душе и о важности исполнения заповедей Божьих. Какая самая первая заповедь? Я Господь. Бог Твой, да не будет у Тебя никаких... Богов, кроме меня. Не делай другому того, чего ты не желаешь себе. Это не батюшкины слова. Это заповедь Иисуса Христа. Любить друг друга. И потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Заповедь, которую обязательно разобрать дома с родителями и сказать, что вы теперь ее узнаете наизусть. Дома прийти и обязательно с родителями об этом повторить и поговорить. Чти отца твоего и мать твою. Чти отца твоего и мать твою. Да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле. Да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле. Дети отвечали на вопросы, участвовали в дискуссии, размышляли и задавали свои вопросы. Первых людей звали как? Адам и Евой. Молодец. А что случилось с Адамом и Евой? Кто вспомнит? Они так и были вот там в раю? Можно я? Ну скажи. Они съели волшебный плод. Волшебный? Нет, он не волшебный. А какой? Обычное яблоко. Обычное яблоко съели. И что? И волк разобрали. И волк, который, если ты его съешь, ты все узнаешь. А волк говорил им, что вы можете есть любой плод из этого сада, но он не только не тот. И они съели. Запретный плод, правильно ты сказал. Появились вопросы. Как тебя зовут? Меня Ваня зовут. Ну, Ванечка, да. Ты что-то хотел спросить? Да. А как вы решили стать священником? Поговорили о том, что Масленичная неделя постепенно подводит нас к Великому посту. Поэтому в эти дни православные христиане просят друг у друга прощения и стараются простить обиды. Чем завершается Масленица? Ну-ка, казачий класс, скажите мне. Там у меня. Умничка. Умничка. Как тебя зовут? Умничка. Вот видишь, спасибо тебе. И родителям твоим. Благодарность, что они правильно научили тебя. Чем заканчивается Масленица в конце? Масленица завершается прощенным воскресеньем. Дома придете и расскажете родителям, чем заканчивается Масленица. И обязательно в этот день нужно всем друг у друга попросить прощения. Ну, а вы ответите, скажите, Бог просит и я прощаю. Бог просит и я прощаю. Вот смотрите, какие вы зовут, самый лучший класс, мне кажется. Вот видите, какой у вас православный директор. Цените такого директора. Так что я пожелаю вам, ребята. И со своей стороны я, видите, тоже мог что-то сказать, кого-то обидело, может быть, кто-то не был согласен. И я тоже прошу меня простить. Не остались ребята и без подарка. Каждому классу, в котором прошла встреча, отец Александр подарил святое Евангелие и заповеди Божии, которые теперь будут размещены в классах. Я хочу подарить вам эту книгу на класс. То есть это не просто там можно почитать всем, но это книга вашего класса теперь. Почитайте вот отсюда многое. Вот то, что мы сейчас говорим, это все в основном отсюда. Я подарю вашему классу вот этот завет Бога. Заповеди Господни. Кто не знает, надо выучить. В этой замечательной школе теперь многое повернется в сторону духовного образования. Я очень в это верю, надеюсь. По окончании встречи отец Александр напутствовал ребят слушаться своих родителей и наставников учителей. И пригласил посетить храм Рождества Христова. Я думаю, что это только начало нашего сотрудничества. Приглашу вас тоже к нам в храм, на экскурсию. И может быть Бог даст, мы с вами еще повстречаемся. Христос посреди нас. И есть, и будет.